парни всем привет у нас минус 27 но холодно реально сегодня мы решили проехать набить трассу на следующей неделе у нас планируется большой выезд у меня во первых там будет день рождения хотим мясо пожарить ну и устроить авто соревнования покатаемся по лесу посмотрим проходимость автомобилей приехал я на место дислокации и так у нас поджерик него на узкой резине здесь у нас не васик резина 235 строился до 0 5 стандартный не васик крузак у нас патриот приехал hunter стоит и по плану мы поедем вдоль посадки у нас хоть и минус 27 но утка как видите ведет и направляет нас по правильному пути у вас патриот это какого года патриоты 21 21 года мы на нем ездили в башкирии тоже есть видео интересно мне нравится очень комфортный сок пробежал же на нем 50 50 тысяч уже какие-то проблемы были такие глобальные чтобы вот ремонтироваться как-то нет проблем не было просто временно по регламенту того делал пока ничего на масло как часто меняешь снег сухой минус 27 как по колено и нужно будет проехать здесь вот дорога есть она как раз не накатаны я думаю здесь будет интересно так это у нас стоковый у вас патриот здесь упирается метровый снег да к сожалению нам здесь ему будет тяжело вот андрей туда дорога пошла серьезно аппарат очень серьезно клиренса тут за глаза молодец это как у нас 131 зил наверно ухты даже ему тяжело представляете упирается здесь такие земляные бугры на этом месте мы как-то катались и попадали как раз в это место тяжелое место по сути-то по сухому снегу должен был проехать на пятерочку но нет сожалению нет но сейчас его на 235 давление 05 и вот так вот показали нам уровень так алексей на мт резине но по клиренсу уже все проху такого на резина здесь просто далеко не уеду сейчас там дальше будут пару ямок я думаю на мы всех еще догоним один раз у нас участвовал человек был доволен тут у него 225 резина ну уже по накатам и конечно тем более после стоковой нивы здесь уже намного проще проезжать арсём здорово давно не было не видно работа у всех работа сама блога зале установил молодцы ребята приехали я даже не ожидал что сегодня будет столько желающих прокатиться почему никто не едет вот у нас да не может не знаешь вылезть вот изначально он буксовал вот мт резина видно блоков нет не хватает или не травился он не травил то видно что он прям тяжело ему очень тяжело два слова почему так резина грязевая потому что а ты не травился нет а еще я тебе скажу по-честному здесь колейность и ты упираешься яблоком видишь земля поэтому давай пробуй идущие автомобили клиренс широко отравленная резина влияет очень сильно даже если на родной резине кататься и и отравить по снегу проходимость увеличивается а если как на небасике 235 но это вообще прекрасно друзья давно хотел приобрести новые качественные гайки на свои колеса после замены нового гая как видели мой автомобиль преобразился в комплекте идет 21 гайка плюс головка на 19 друзья гайки приобрел магазине машиниус по очень приятным ценам удобно и и доставка магазин работает напрямую с производителями что сводит на нет риск контрафакта у магазина тысячи положительных отзывов все ссылки на товар и магазин оставлю в описании соточка как я понял не травился шина шипована у него мощность есть здесь есть оборот колес достаточно чтобы себя вытаскивать и красиво ушел это Дима на Хантере у нас так резину я что-то просмотрел но вроде на МТХ не похоже опыта за глаза участвует в соревнованиях а нет МТХ стоит резина и вот разница да смотрите МТ резина на Хантере и у Алексея МТ резина и в чем разница пишите в комментариях в чем разница между Хантером и УАЗом Патриотом у Дима между прочим никаких блоков нету и здесь никаких блоков нету нету блоков Лёх? сзади а сзади электро? пневмо а пневмо вот тем более здесь сзади пневмо у него стоит ты колеи ему нужно выехать сюда ну не получается не получается слушай а может ты вперед пробей и посмотрим может сзади тебя машина пройдет сюда давай вперед накатывай так под жеррика надо вот сюда посмотрим как он заедет есть ли разница? а нифига то же самое то же самое не может заехать автомобиль хотя новая зимняя шипованная резина сзади пневмоблокировка ну в принципе тут она у меня не работает не работает? ну и сейчас посмотрим Невасик знает каких годов на узкой резине колеса пошли у него справа ай-яй-яй давай назад но попытка у него неплохая неплохая попытка вот сюда заехать вот сейчас если он заедет ну вот Нива топ однозначно всю ее переварил ха-ха-ха-ха-ха-ха Нива Нива заехала резина 1075 как видите узкая Нива Нива никаких блокировок правильно? нет стопков да ну вот все наглядно ребята наглядно Нива заехал на узкой резине нетравленная ну смотрите вообще легко вообще легко вообще легко молодец тоже не травился Иван не травился вообще красавцы красавцы ребята узкая резина сзади сзади самоблок а они вот так вот даже на тросу на всякий случай ха-ха-ха молодцы подстраковали не бросили друг друга я его одной рукой могу смотрите вот так вот его могу видите это разве машина ты надо же вперед не поедешь давай пусть назад дергает давай еще рулок назад короче засадили мы под жиро по самой не хочу вот так вот не вперед не назад Нива которая за полсидня куплена переварена без блоков и узкой резины ты сам сюда доехал? да вот я говорю здесь всего четыре автомобиля первые это Нива за полтинник да которая переварена да и на узкой резине вот двигатель работает хорошо да потихонечку двигателя хватает крутить такие у Дима новые фонари в ночное время смотрится прикольно вот глушитель такую банку сделал и у нас чувак лезет короче у нас находится на подъеме ну и такая загадалочка как видите заднее колесо у него вывешено переднее право утонуло снег ну и залебедились и пытается выйти вот за счет лебедки он сейчас сам тебя в принципе вытянет легко и просто на этом прокладка маршрут у нас здесь заканчивается и поедем уже в обратную сторону но по другому маршруту первый как понял проехал у нас не васях натравленной резине хантер конечно мягкий он прям качается так мы с темой выехали на ту дорогу по которой ребята еще едут как бедный мой хантер это грузовик а а ниво это как бы жигуи да не знаю мне почему такое сранье что он хантер реально такой же грузовик а че он не хочет цепляться или че не знаю че насчет двухсотки скажешь тоже кстати неплохо едет да мальчик в том что там патриоты у нас подготовленные сидят да мощи хватает вроде тоже резину не травил он крутит дай бог вот сейчас будем патриот то есть патриот нам я думал будет за счет лебедки за счет лебедки мы как якорь ему послужим но надеемся трос не оторвется вот мт резина вот мт резина она у нее не травлю да ты же травила забыл я то где то 05 сделал 05 все таки они у меня помягче они всегда были жесткие а что случилось прилип то есть как бы целостность машина не пострадал нет тебя надо дернуть да сейчас подправился чуть-чуть понятно так а вот и Ваня наш здорово Ваня тоже здесь стоковый автомобиль но ездит он вообще красавица сглазил интересно травился не травился это помните видео было где он мне перекрашивал автомобиль около лобового стекла тот самый а дастеры к сожалению у нас пока там стоят дастероводы не обижайтесь но смотрите Нива приехала вот а вы как стояли там так и стоите но это я наверное вырежу конечно ну хотя попробовать можно Жень давай попробуй как бы следы вроде бы смогут вывести нас на ту колею дядя здарова приветствую что стоим ждем потока потока то есть вы едете все двигаетесь двигаемся понятно страшненько мы уже там прокатали развернулись и в принципе обратно обратно едем ну да нам доехать развернуться и обратно потому что если мы спустимся вниз это будет до вечера дядяш как настроение ну чё то как то скучно да ну не скучно просто не только не по той дороге поехали ну вот люди там накатали это вон до до лэп доезжаем там разворачиваемся и обратно ну выехали мы буквально на часа два три покатались погода огонь холодно конечно постоишь с камерой ноги прямо замерзают вроде обувь хорошая подвигаешься жарко становится все участники молодцы прямо вот красавчики не побоялись выехали попробовали свои автомобили самое главное понять свой автомобиль и как он едет у всех специфика езды разная кто-то мало ездит кто-то много ездит кто-то чувствует кто-то не чувствует но вот эти выезды вам позволяют поднять свой скилл свой уровень в езде по бездорожью или по снегу здесь у нас него бронто вот человек немножко припозднился очередь дошла до него сейчас вот только строил сначала забурился он туда и то сейчас до полтора строил полтора мало конечно очень мало еще надо вообще тяжело конечно проехать ну давай сейчас я проеду там круголя дашь выезжай ну хоть прокатился здесь интересные места него бронто все равно продуман она конечно интересно во-первых колеса побольше во-вторых уже блокировки стоят и насколько я знаю у них в паспорте там прописано что дополнительное оборудование там можно короче установить и багажники и вот и вот есть информация сбора на следующую субботу будет в телеграм канале него 0,7 Когда мы выезжаем на покатушки, нам очень часто приходится травить колеса Я использую автомобильный компрессор от компании АВС Компрессор хранится в очень удобной сумке В сумке находится шланг с манометром Сам компрессор АВС Турбо 75 литров в минуту А также разные переходники для накачивания матрасов и мячиков Одеваем в рукодельчике, компрессор готов к работе Очень удобно травить колеса Сейчас проверим за какое количество времени накачает колесо Ровно две атмосферы Сколько травил, Лех, говоришь? 0,5 0,5 Все 4 травил и... И вообще лучше едет И автомобиль поехал, да? То есть как влияет давление в шинах на зацеп, да? Да Огромная разница Вот пример, смотрите Стравился и в этот поворот И по колейности как спокойно поехал Вот так вот Пойдем на начальную точку сбора Сейчас всех подождем Чтобы никого не забыть у нас Вот здесь уже накатана дорога Евгений не... Колеса здесь не травил То есть как он приехал Ну вот тебе как Пока точки немножко зашли Да, драйв был Лучше, чем дома сидеть Ну естественно, это однозначно Ну и по крайней мере, ребята Снег Он сегодня есть Завтра его нет У нас, между прочим В ближайшие два дня Что-то температура Опять около 0, да? Там что-то такое Обещают Вот именно такой сухой сног Снег То есть попасть, покататься Ну очень-очень редко На дворе холодно Не забывайте подзаряжать Свои аккумуляторы Смотрите к приобретению Зарядного устройства От компании АВС Предназначен для зарядки 6 12-ти вольтовых Свинцово-кислотных Аккумуляторных батарей